Всем привет дорогие друзья, с вами Валерий и мы плавно переходим к прохождению второго сценария за Клэр Рэдфилд. Снова окунемся в атмосферу эпидемии города Раккун-Сити в поисках своего брата Криса Рэдфилда. Вот, также посмотрим чем же занималась Клэр в то время как мы Залиона мочили ходячих и всякую нечисть. Вот, проходить будем по вашим просьбам в костюме Нуар, вот такой вот костюмчик, вот, также включим фильтр, черно-белый Нуаровский фильтр. Вот, все будет в черно-белых тонах. Накунемся в атмосферу в стиле стареньких классических фильмов ужасов черно-белых. Вот, выбор второго сценария Клэр Рэдфилд. Клэр Рэдфилд живет совершенно обычной жизнью и даже не подозревает, что совсем скоро эта жизнь превратится в кошмар. Да, Клэр у нас никакая не спецагент и не коп, она простая студентка, которая приехала в город в поисках своего брата Криса и, можно сказать, так очутилась не в то время, не в том месте. Проходить будем на уровне сложности хардкор, как и по традиции, без автосохранений. Для сохранения будем искать ленты цветные для печатной машинки и у нас будут сильные враги. Ну что, погнали. Да, я почти на месте. Ты же меня знаешь, все будет нормально. Договорились. Вернусь, как только найду Криса. И почему все думают, что я сразу во что-нибудь влипну? Что за... Не стреляй! Ложись! В машину! Что тут вообще творится? Не знаю. Надеюсь, в участке нам что-нибудь объяснят. Стой, ты что, коп? Да, Леон Кеннеди. А ты? Клэр. Клэр Эдфорд. Клэр, ты цела? Да, я в порядке. Ты сам как? Надо бежать, здесь опасно. Да, давай. Встретимся в участке. Леон, уверенно ты обогнал меня. Ну вот, собственно, вот такой вот фон черно-белый. Вот. Видите, да? Черное, оно черное. Это, кстати, усложнит игру, еще больше сделает хардкорнее ее. Так как мы... Можем не увидеть полезные предметы, которые лежат в таких вот темных уголках. Либо врагов, которые будут находиться там. Вот. Ну, первую серию пройдем в черно-белых тонах таких. И в комментах вы отпишитесь, стоит ли оставить вот этот фильтр, либо вернуться в цветную версию. Но костюм, как бы, нуаровский мы оставим, это 100%. Вот. А остальное уже решат комментарии. И заметили, да? То, что в кат-сценах... Не во всех кат-сценах костюм поменялся. Вот. Это не очень, как бы, прикольно, но... Ладно. Не суть. Не суть это. Итак, мы очутились на кладбище. Для резидента кладбище не очень хорошее место, конечно. Трупы у нас в мешках замотанные. Так. Что у нас тут? Цветная лента. Да, давайте посмотрим, что у нас вообще в винтворе находится. Пистолет СЛС-60. Пятизарядный пистолет 9 мм. Компактная модель с небольшим магазином. Что делает ее крайне простой и удобной в использовании. Вот такой вот пекель у нас небольшой. Правда, всего три патрона. Это не есть хорошо. Вот. Цветная лента. Вот. С помощью этой ленты мы можем записываться. Требуется для использования пишущей машинки. Будем также проходить неспешно. Вот. Погружаться в атмосферу. Читать, исследовать все, что будем находить. Если даже будем находить те же предметы, что и из Олеона, тоже их будем по-новому изучать, смотреть. Чтобы не упустить каких-либо деталей. Так. Здесь нам нужен... Нужны кусачки. Отлично. Идем дальше. Так. Упал вертолет. Мы, короче, начинаем игру. Так. Что это у нас? Трава. Красная трава. Растущая в горах Аркли. И невозможно использовать в таком виде. Окей. Мы начинаем. Трупешник лежит. Вон еще одна трава. Синяя. Растущая в горах Аркли. Очищает тело от токсинов. Ах, не взял. А давайте сразу смешаем, да? Отлично. Вот. Начинаем с того места, когда упал вертолет, и сейчас, по идее, должны встретиться с Леоном. Вот. И куча зомби у нас должны встать. Так что надо быть на чеку. У нас их тут... Как минимум 4-5 зомбарей. И у нас всего 3 патрона. Окей. Надо быть на стороже. И действовать быстро. Так. Что это у нас? Рыжущий инструмент. Кусачки. Большой рабочий инструмент. Окей. Эй! Леон? Клэр! Подожди меня, я сейчас. Окей. Клэр! Клэр! Как же я рад тебя видеть. Как ты? Этот вертолет появился из ниоткуда. Да. Я в порядке. Полагаю, ни в одном из твоих чудо-карманов ключа нет? К сожалению. Ну да ладно, ты-то как? Да так, просто выживаю. Дело хорошее. Как с братом есть успехи? Нет, пока нет. Не сдавайся, Клэр. Я уверен, мы найдем его. Черт. Ты знаешь, что сейчас будет? Да. Кого-то обед. Клэр, тебе надо уходить. Не переживай за меня, Леон. Лучше себя береги. Клэр, уходи прямо сейчас. Эй. Знаешь что, давай выживем. Ты и я. Окей. Жесть. Жесть. Валим, валим, валим. Валим. Так. Бабенка свалила. О! Крутяк попали по ней. Фу. Надо, короче... У нас есть кусачки. Дверь надо быстро открыть. Отлично. Фу. Надеюсь, мы... в безопасности. Так. Лечение и восстановление. Когда вы получаете урон, индикатор вашего здоровья в нижнем левом углу меняется от хорошо до внимания. И, наконец, опасность. Если на индикаторе горит опасность, скорее используйте зеленую траву или лечебный спрей, чтобы исцелиться, пока не поздно. Окей. Так. Что у нас здесь имеется? Граната. Выберите на экране снаряжение. Уничтожает врагов в зоне поражения. Спрей взять на изготовку. Левая кнопка выше бросить. Можно применять для контратаки спейс, если враг вас схватил. Но в этом случае эффективность сильно снижается. Окей. Берем... Ручную гранату. Осколочную. Так. Смотрю. Пушка лежит. Куик-драйв. Армия. Давайте посмотрим его. Шестисарядный неавтоматический пистолет калибра 45 от СЦП. Существует несколько разновидностей этого оружия. Вот такой вот у нас револьвер, можно назвать его. На рукоятке крыло Орла, я так полагаю. Окей. Но он не автоматический. Придется, получается, заряжать его вручную. Так. Apple Today. Или что там? А-а. Да. Наверное. Так. Патроны. Патроны калибра 45 от СЦП для М19 и Куик-драйв Армии. За счет большого веса обладают повышенной убойной силой, чем обычные боеприпасы. Окей. Так. Но для этого пистолета они не подойдут. То, что здесь 9 мм. Они вот чисто вот для этого Куик-драйв. Окей. Значит, пистолет, который у нас в руках, можно убрать в ящик. Ключ от двора. Звучить. Ключ от двери в проволочной изгороди двора полицейского участка. Ракон полиции. Тоже Ра-Орел нарисован. Так. Ну, это ключ, я так полагаю, к решетке, где мы сейчас с Леоном разговаривали. Давайте посмотрим, что у нас тут добавлено премиум оружия. А ну да, у нас же еще премиум оружие. Но они тоже все 9 мм, так что смысла нет их брать с собой. Этот пистолет мы тоже скинем, один патрон, это у них силу не городу. Так. Это скидываем. Скидываем, наверное, траву. Ну и в принципе... В принципе, все. Давайте перезарядим сразу. Вот почему нельзя взять жилет. Вот бронежилет, смотрите, лежит, да? Бронежилет. Тут всякие каски или что это. Защитить как-то себя. Ладно. Давайте, нам надо аккуратно... Блин. Как-то... Выбраться, я не знаю. Окей, ладно. Так. С этими как-то... Объезжать их. Бегом, 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 бегом. Отлично. Отлично, Клэр. Красотка просто. Быстро к двери. Ключ. Да не ломись, я знаю, что закрыто. Так, отсортировать предметы. Тап. Взброс сюжетных предметов. Ненужные вещи или использованные сюжетные предметы, помеченные значком красные... Красная галочка, можно выбросить. Для этого нажмите выбросить. Окей. Можно выбросить ключ, он нам не нужен больше. Так, я надеюсь, они сюда не заберутся. Досочки. Отлично. Деревянные доски. Прочные доски, которые можно заколотить окна. Отличное средство защиты от всякого отребия. Да, будем заколочивать окна. Кстати, когда играли за Леона, здесь... Здесь же лежали доски эти. Так. Патроны. Патроны. Отлично. Это радует. Так, у нас... По идее, два... Два хода. Снизу и сверху есть еще. Посмотрим, если не закрыто. Ну, сверху тут еще эти... Горящие зомби. Да, вон он. Один. Так, тихо-тихо. Там еще один должен быть, кстати. Давайте тогда пойдем по низу. А сюда вернемся уже. Потом. После. После. Так. Так, что-то подзагрузка опять какая-то. Окей. Итак, мы в коридоре в этом... Помните, кошмарный коридор, где трэш начался, когда мы играли за Леона. Вот. Здесь мы можем через этот коридор пройти... Эээ... Оу! Так. Блин, промазал. Еще раз! Черт. Промазали. Столько патронов. Через этот коридор мы можем пройти в холл, короче. Полицейского участка. Так, куда попался? Держать. Все. Я думаю, сдох. Надеюсь на это. Так, а через эту дверь, по-моему, у нас... Можно пройти на парковку. Окей. Ладно. Туда вернемся еще. Так. Что, у нас одна доска, да? Ладно, пока здесь не будем заколачивать. У нас он там в офисе, я помню. Когда играли за Леона, вот здесь в офисе. Еще один ломится через окно, попробуем быстренько заколотить, чтобы он не пробрался. Так, у нас здесь еще один, да, вон, ломится. Отлично. Все, в принципе, так, что это патроны еще. Все, в принципе, то же самое. Что-то там разговорчивый какой. Так, еще две ленты. Отлично. Да что ты будешь делать? Лежать. Световая граната. Оглушает и швырмляет врагов в зоне поражения. Можно применять для контратаки, если враг с вас схватил, но в этом случае эффективность сильно снижается. Понятно. Светошумовая. Блин, если мы так будем мазать, далеко мы не пройдем. Так. Тут чувак у нас лежит. Я не знаю, умер он или нет. Давайте порох. Порох стандартного образца, а из двух щепоток можно создать патроны для пистолета. Отлично. Давайте обойдем его. На всякий случай. Так, больше ничего не лежит. В принципе нет, больше ничего нет. Здесь у нас тоже ничего нет. Так, стул. Давайте посмотрим в кабинете, что у нас. Круглая ручка. Обычная круглая ручка. Рукоятка винтера со специальным отверстием. Так. Помним, да? Нам надо будет крутить там душевой. Так, это что? Высококачественный порох, белый. Кстати, такого пороха, когда играли за Леона, не было, да? Давайте сразу смешаем. Кислотные боеприпасы, три штуки. О, прикольно. Боеприпасы для гранатомета. При столкновении капсула разбивается и покрывает кислотой все вокруг. Да, сценарий за Клэр, помимо сюжета, ну, то, что сюжет другой, у нее и снаряжение другое, как бы, оружие. Вот, и одно из этих оружия это гранатомет. Там, по-моему, несколько видов гранат. Вот, кислотные это одни из них, и они, по-моему, считаются самые... Самые крутые, короче. Самые мощные. Это как по оригиналу. Вот, так что будем их экономить, короче, собирать, копить. Так, в смысле, нету предохранителя? Нам не выйти в холл, что ли? Пипец. Вот. И когда я оригинал, помню, проходил, короче, тоже на этом, на харде, я копил вот эти кислотные. И тратил их чисто, короче, на боссов. Так, что у нас здесь? Досочки. Досочки нам не взять. Окей. Только патрончики возьмем. Отлично. По-моему, здесь, в этой двери, тоже есть патроны, да? Там у трупа лежат, давайте свет включим сразу. Отлично. Еще патрончики. Хорошо, хорошо. Вначале набираем патроны, это отлично. Это радует. Мы, по-моему, когда играли за Леона, там столько патронов, как бы, нам не давали, да, по-моему? Так, в принципе, здесь... Здесь все, да? Больше ничего нет. Так. Что дальше? Дальше у нас тут... Толчок. Толчки, по-моему, тоже что-то было. Так, здесь потоп. Птечка. Блин, нам некуда. Окей, нам срочно надо найти ящик. Блин, а ящик находится в холле, где жалюзи закрыты. Так. Нужен предохранитель, получается. Ну, давайте... Ну, давайте это... Идем, короче. Мертвый, да, по-моему? Били же. Давайте идем сюда. А, да ладно. Пипец. Вот здесь... С кишками наружу. Так. Здесь еще в этой комнатке у нас был лысый из Бразерс. Давайте попробуем проскочить. Отлично. Отлично. Так, ноги, ноги не встанут. Ну, в принципе, если и встанут, то... Нам ничего они не сделают. Так. Нож. Боевой нож. Со временем изнашивается и ломается, когда опустеет шкала прочности. Можно применять для контратаки, если враг вас схватил. Но вернуть оружие можно будет только после победы. Ну-ну. После победы, блин. Сколько раз нам за Леона разрешили вернуть... Так, ничего нет. Получилось вернуть этот ножик. Хотя мы... Побеждали этих врагов. И фигушки. Там пару раз только у нас, да, получилось. Так. Блин. У нас досок-то нет, чтобы заколотить. Вот из окон ползет сюда. Из окон сейчас еще повылазит, как обычно. Зажигательные боеприпасы. Тоже некуда положить. Вот. Это второй вид, короче, этих... Гранат. Или гранатомета. Стравушка у нас здесь. А, вот и ящик. Отлично. Отлично просто. Я забыл, что он здесь есть. Так, давайте тогда все скидываем. Кислотные скидываем. Из гранатомета нету. Это тоже пока скинем, да? Наверное, винтель. Вот. Давайте здесь полутаем. Так, порох отлично еще. Красный. Ой, белый. Так. Отлично, патрончики. Короче, из порохов будем делать, я думаю... Чисто для гранатомета кислотные патроны. Вот. Так, я так полагаю, если они мощные, так... Пистолета-пулемета патрона? 50 штук. Что-то новенькое. Патрон для патрона для пистолета-пулемета. 380 ТЦП. Или 9 мм короткий. Высокая мощность и стабильность, особенно популярная в Европе. Друзья, у нас, походу, будет автомат. Вот это да. Это не может не радовать. Так. Сбросить. Так вот. Если они такие же, как бы, вот эти гранаты кислотные, мощные, как и в оригинале, ну, считаются одни из... Не одни, а самые мощные для гранатомета, то будем, короче, их делать в основном. Вот часики. Так. Электрическая деталь. Вот он. Вот он. Предохранитель. На нём написано вход в коридор комнаты охраны. Да, вот он. Отлично. Нашли предохранитель. Так, у нас два места. Можно, короче... А, давайте зажигательные заберём. Можно, короче, это... Доски забрать. Аптечку забрать. Так. Зажигательные, они по мощности, по урону, на втором месте после кислотных. Вот. Они, короче, там огнём так разжигают. Ну, и когда врезаются там в цель. И пламя такое просто во все стороны. Только надо аккуратно ими, чтобы самому себя не поджечь, короче. Так. А вот эта лестница у нас ведёт на парковку, да? Ну, парковочку. Закрыто. Окей. Так, я не могу понять, откуда у Клэр фонарик. За Леона понятно. Он нашёл фонарик в этом супермаркете в самом начале. А у Клэр откуда? Или с собой таскает постоянно фонарик? Или, может, как брелок на эти-то есть, на ключи брелок, так и фонарик. У нас для брелка слишком большой какой-то. Вот. Так. Этот упырь уколз. Куда-то. Давайте ножик возьмём. В принципе, попробуем его сейчас ножиком завалить. О! Он как раз в подходящей позе стоит. Патроны, потому что на него тратить неохота. На этого ползающего. Умирая давай. Сдох? Нет, ещё живой. Всё? Всё, походу, сдох. Отлично. Так, давайте полутаем. Здесь что-нибудь есть ещё. Клочок бумаги. Помните блокнот, который мы брали как раз у этого чувака, который вот сейчас вот с полтуловищем лежит? Там эти... Коды, короче, от статуи. Вот, походу, листок вырванный. Здесь запачкана кровь, у нас не видно ничего. Получается. А здесь у нас половиночка оторвана. Ну, пол кода видно. Можно, если ещё подобрать будет, да? Методом тыка. Здесь два человека, весы, получается. Вот рисунок. Парковка и выход. Тут понятно. Ладно, будем разбираться по ходу игры дальше. Может, всё намного проще будет. Кто знает. Так, давайте этого проверим. Тут труп. Отлично. Труп. Туда нам больше не надо, в принципе. Давайте заберём аптечку. Так, что у нас с местом? Окей, берём, короче, аптечку. Сюда ставим. Дальше план действий такой. Вставляем предохранитель. Вот. И возвращаемся за досками. Блин. Чуть бочонок вместо предохранителя не воткнул. Отлично. Так, возвращаемся за досками. Доски тоже нужная штука. Облегчает прохождение тем, что зомбари через окна не будут залазить. Ну, меньше будут залазить. Все окна ты не заколотишь. Вот. Так, зомбарь. Два. А там Марвин стоит. Смотрите. Уже обратившийся Марвин. Блин, почему... Почему два выстрела и всегда мимо? А, третий мимо. Что-то сегодня мажем. Да убери ты руку свою. Лежать. Тварь, а. Так. Окей. Мужиком добиваем. Лежать. Ух ты, еще брыкается, а. Бегаем. Есть кто-нибудь? Нашла время кричать. Клэр, ты че? Все, труп. Отлично. Так, теперь с Марвином еще разобраться надо. Сейчас, патронов ничего нет. Марвин. Извини, Марвин. Добиваем также ножиком. Ой, мы его напополам, что ли, разрезаем? А, рука отвалилась. Все, сдох. Отлично. Следы такие кровавые на полу. Так. Аптечка. Нам некуда. Пускай здесь лежит. Я думаю, мы здесь будем бегать не раз. Записная лента. Тоже пускай. Опа. Ящика нет. Нифига себе. А, кстати, ящика нет. И печатной машинки нет. Здесь делали вот эту холл. Не сейврумом, прикиньте. Прикол. Да ладно. Уже. Тиран. А че так быстро? Это точно не из отряда спасителей. Блин, Клэр, ты чертовски права. Какого черта тиран уже с самого начала? Как-то за Клэр как-то эти... Действия, короче, в игре происходят быстрее, да? Окей. Давайте осмотримся. Закрыто. Так. Блокнот с вырванной страницей. А, вот, кстати, этот блокнот. Понятно. Вот, одна статуя у нас показана, нормальный пароль. Видно, все хорошо. Так, страница... А, вот и третий символ. Второй статуи. Червяк, что ли? А, змея там, по-моему, была. Змея там такое есть, по-моему. А от первого нету. Как раз и нету пароля вот от этого, который здесь, наверху. Он там замазан. Ладно. Разберемся. Так, найти три медальона. Отлично. Ну, давайте, походим. Обследуем местность. А дальше уже будем думать, что да как. Так. Направимся сначала сюда. Библиотеку нам не пройти. Патрончики. Да, когда за Леона играли, здесь тоже патрончики лежали. Совсем чуточку. Здесь так же. Три патрона. Там, по-моему, тоже три патрона было. Так, перезарядить надо. Что-то мы ходим с полупустой обоймой. Опа. Еще один зомбар. Так. Да что ты визжишь-то? Прямо как настоящий. Так. Пароли мы не знаем. Я думаю, короче, пароли будут другие. Не такие, как у Леона. Потому что, я думаю, разработчики все-таки сделали разные пароли. Ножик сломался. Тварь, а. О, потерялась, кажется. Блин, гранату истратили, но... Пипец. Так вот. Я думаю, разработчики сделали другие пароли. Чтобы было интереснее, как бы... Искать, что-то разгадывать по-новому. Вот так, когда знаешь пароли, да? Ну, в принципе, я и не помню. Вот. У меня же память, как у рыбы. Три секунды. Окей, давайте посмотрим. Истрабушка. Зеленая. Отлично. Отлично. Что это за звуки? Так, сейф. В сейфе какая-то вкусняшка по-любому лежит. Надо найти пароль. За Леона там, по-моему... Что там лежало? Блин, я не помню, что там лежало. Что-то для пистолета, короче, лежало. Путеводитель по городу. Добро пожаловать в Раккун-Сити. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Umbrella Corporation, но и динамичный развивающийся мегаполис с богатой историей. Данный проводник познакомит вас с рядом самых необычных достопримечательностей нашего города. Полицейский участок Раккун-Сити. Здание в центре города не всегда было полицейским участком. Ранее там располагался художественный музей. От той эпохи нам напоминают различные элементы оформления, такие как необычная часовая башня и статуя богини в центральном зале. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства Umbrella Corporation, а также ряда компаний и неравнодушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающим туристов из со всего света. Кому пришло в голову переделать музей в полицейский участок? Знаешь, Клэр, я скажу тебе кому. А именно, шефу полиции Айронсу. Вот. И мало того, что он, короче, переделал полицейский участок, ой, переделал музей в полицейский участок, так он после этого скупал, короче, всякие скульптуры там, произведения искусства, и привозил в этот участок, короче, расставлял все это. Вот. Так, вниз там, здесь у нас все. Ну, короче, поехавший был. Ну, я пока рассказывать про это не буду, если что, как бы, я постепенно буду рассказывать по ходу сюжета, чтобы спойлеров вам не наделать. Да и себе там. Не знаю, может, здесь даже и отличается от оригинала. Может, здесь совсем все по-другому. Может, он здесь не поехавший. Кто знает. Так, патрончики. Отлично. Воу! Что это было? Это был лизун. В оригинале, кстати, в этой же локации, в этом же месте, также мимо окна проползает лизун. Вот. Когда играешь за Клэр. Заленая, по-моему, не помню. Тоже, по-моему, проползает. Не помню. Вот. И вот в этой локации у Клэр первая встреча с лизуном должна быть. Если по оригиналу судить. Ну, хотя я, да, слышу лизуна, в принципе. Вот так и есть. Так. С этим у нас ничего. Да, он сидит. Языком своим. Только там, по-моему, в оригинале была катсцена, когда показывают лизуна. А здесь вот так вот решили сделать. Так. Че, окошко будем забивать, да? Давайте. По-любому полезут. А вот там еще окно не забито. Еще отсюда могут полезть. Да, блин. Я про вас-то и забыл, ребят. Ладно, это они пугают просто. Они вроде, когда мы за Леон играли, они вроде не вылазили, да? Отсюда. Так, что у нас здесь? Патрончики. Блин, здорово-здорово. Патроны набираются вообще отлично. Это мне нравится. Отчет о событиях. 25 сентября. Переоборудуем участок временной убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участок. 25 сентября. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранение. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерным стрессом. 26 сентября. Сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадало на несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийными ограждениями, но мы в осаде и выбраться отсюда будет проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября. Где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Да-да, именно стрессом это и вызвано. Карта полицейского участка. На карте отображается не только ваше текущее местоположение, Здесь также можно найти все исключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Так, у нас не поднята лента и спрей. Здесь окно заколотили. Да, показано даже окно, как заколочено. Окей, ну, как по карте ориентироваться, мы знаем. Так, можно забраться. Ничего здесь не написано. Окей. В принципе, забираться через окно можно и не забираться. У нас сразу есть эти кусачки. А, они уже все. Так что выбросим. Были кусачки сразу. Зеленая там, мы не сразу их нашли. Что там? Кап. Пароль от шкафчика, помните, да? И пароль, кстати, тот же самый. Устройство. Устройство C4. Детонатор для взрывчатки C4. В нем нет батареи. Нам придется снова что-то взрывать. Либо, интересно, в том же месте или вообще в другом? Так, кап. Запомните. Так. Травушка. Что-то еще здесь лежит. Граната. Давайте возьмем гранату. Траву оставим. Так как сюда мы будем по-любому возвращаться. А, еще доски, смотрите. По-любому будем сюда возвращаться, потому что... Здесь у нас дверь черви. Ладно, пускай пока. Все, остается на своих местах. Нам нужно найти ящик. Так, толстяк. Еще у нас патроны. Отлично. Все, больше ничего нет. Так, надо разобраться с толстяком. А у нас... У нас ножика нет, да? Все. Все пропало. Блин. Все, лежать. Нормально он так присел. Присел отдохнуть. О. А, я думал прилег. Нет. Видимо отдохнул. Че ААТА? Тваря. Все. Наверняка убили его. Так что, пускай лежит. Надеюсь, не встанет. Так. Здесь ничего нет. Вот этот чувак. Когда мы играли за Леон, он, по-моему, устал. Ладно, пока трогать его не будем. Так. Здесь у нас офис и... Че у нас там? Как-то оружейная, да, по-моему, комната? Ладно, пока заходить не будем. Вот. Нам надо найти ящик. Блин. Вывалился. Из окошка. Ох ты, четенько прям. Вот так бы всегда, а? Че за... Звук. А драки нет. Так, травушка у нас здесь. Да ладно. Снова летающие зомби. Ох ты, блядь. Окей. Залиона, по-моему, мы ее быстро доубили. Так, ладно. Блин. Нет. Живая. Куда поползла, блин. Что-то такое живучее-то, а, падла. Еще один от кого-то спустился. Да что ты. Смотрите, какой резвый. Так. Все, лежать. Окей, ладно. Пускай он там отдыхает. Мы нашли севрум. С этим. С ящиком. Че у нас здесь? Лента. Еще порох. Лекарственные свойства трав. Люди испокон веков использовали травы для лечения недугов и болезней. В этой книге мы рассмотрим три травы, растущие в горах Арклей. Зеленая трава излечает обычные раны, а синие часто используется в качестве противоядия. Что же касается красной травы, то она красива, но не обладает никакими лечебными свойствами. Во всяком случае, так считалось ранее. Известно, что соединив травы, можно получить мощные травяные смеси. Однако, лишь недавно стало ясно, какую роль в этом процессе играет красная трава. Согласно восточной медицине, смесь из синий и красный трав улучшает общее физическое состояние. Воистину, мы только начали раскрывать потенциал этих трав и их лекарственные свойства. Без сомнения, чтобы узнать все их секреты, нам потребуются дополнительные исследования. Да, помним, что если смешать все три травы, то улучшаем здоровье и также получаем защиту от урона. Помните, да? Меньше урона мы получаем. В фильме предоставлены доказательства, не пропустите. Вот. Так. У нас красная трава. Окей, смешиваем. И давайте будем стараться, короче, делать... Так, пленочки у нас нет. Стараться делать побольше таких аптечек. Вот. Чем больше, тем лучше. Так. Спрей выкинем. Это пока выкинем. Берем такую траву. Так. У нас синяя, да, надо? Как раз вот две аптечки мы сейчас уже сделаем. Такие мощные две аптечки. Отлично. Это уже что-то. Да? Так. У нас есть белый порох. Сейчас я там видел еще один порох. Сделаем еще кислотных ракет. В смысле? Не то взял. Отлично. Еще три штуки. Шесть штучек. Отлично. Просто превосходно. Окей. Ну и что, я думаю, сохранится, наверное, друзья. И на этом закончить серию. Вот. И кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Также пишите в комментариях, стоит ли оставить фильтр вот этот черно-белый. Или все-таки вернуться к цветной версии. Все зависит от ваших комментариев. И также пишите в комментариях свои отзывы о прохождении и вообще об игре. Подсказочки пишите. Только без спойлеров, пожалуйста. И я на этом буду заканчивать. Кому... Опять, я хочу сказать, кому понравилось. Вот. Ну, короче, я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok